В Торжокскую ЦРБ закупят новое оборудование. С такой инициативой выступил губернатор Тверской области после посещения больницы. Также во время рабочей поездки Горуденя осмотрел строящийся детский сад и территорию благоустроенного парка. Встретился с многодетными семьями. Обо всех итогах поездки расскажет наш корреспондент Наталья Чекет. Начался визит губернатора с возложения цветов к мемориалу на аллее памяти новаторам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В октябре 1941 года одна из первых побед Красной армии была одержана под Торжком. В 20 километрах от города советские войска остановили и уничтожили большую группу захватчиков. Также губернатор вручил ветеранам юбилейные медали 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Они вручаются всем ветеранам по поручению президента России Владимира Путина. Вы восстановили нашу страну, вы отстояли независимость нашей страны и вы представляете для нас поколение победителей. Это то поколение, у которых мы учимся жить и учимся работать. После «За чашкой чая» глава региона обсудил с ветеранами вопросы развития Торжка. Представители старшего поколения обратились с просьбой оказать содействие в поставке необходимого диагностического оборудования для Торжокской ЦРБ. После обращения Игорь Рудене посетил больницу. После осмотра губернатор дал поручение для привлечения молодых специалистов и обеспечения скорейшего переснащения больницы. В план закупки оборудования будут включены томограф, люрограф, цифровой рентгеновский аппарат, два аппарата искусственной вентиляции легких. Идя по повышению качества оказания медицинской помощи, нам необходимо, конечно, существенно и как можно быстрее повышать переоборудование и переоснащение больницы. В микрорайоне Южный Торжка по нацпроекту «Демография» строится детский сад. Дошкольные учреждения рассчитаны на 100 мест. На данный момент заложен фундамент будущего здания. Выполнена гидроизоляция, завершен монтаж плит, перекрытие и подвала. Все работы сейчас планируем параллелить. То есть вент-посад, сейчас это в первую очередь на следующей неделе будет закончено. Там пойдет крыша, вент-посад и, соответственно, с той стороны мы планируем двигаться до 10 зданий, до 1 этажа. Сейчас ведется кирпичная кладка стен первого этажа. Завершить строительство планируется в сентябре этого года. По итогам года 170 многодетных семей Тверской области получили государственную помощь на основе социального контракта. Этой меры воспользовалась семья Владимира и Натальи Приваловых. В 2018 году они приобрели инкубатор и теплицу. Благодаря этому семья приняла решение о переезде на село, чтобы заниматься собственным хозяйством. Мы решили, чтобы заниматься разведением птиц, в том числе и подростками птиц. И узнали о социальном контракте. Средства социального контракта мы купили большую теплицу, приобрели, установили на огороде. Мы его активно использовали. Мод через реку Тверца в створе улицы Карла Маркса был отремонтирован в прошлом году. Глава региона дал поручение по устранению ряда недостатков, а также ремонту набережной вблизи сооружения. Недавно в Ташке благоустроили парк. Он находится рядом с городским домом культуры. Это популярное место отдыха горожан и гостей. В прошлом году приведено в порядок более 3,5 гектаров нижней части парка. Здесь обустроили дорожки для прогулки и проезда. Установлены малые архитектурные формы. Посажены деревья, туи, клёны, дубы. Оборудована детская площадка. Мы сегодня прошли, посмотрели, как сделан мост, посмотрели, как сделаны общественные пространства, парки, дворовые территории. Я хотел бы сказать, что, конечно, продвижение достаточно большое. Конечно, это уже совершенно другой уровень. Но учитывая, что мы всегда ставим планку повыше для себя, и мы полагаем, что мы поможем и городу Торжку, и Торжокскому району совместно реализовать эти проекты уже в более масштабном формате. Незапланированным пунктом визита стал ЕРКЦ. Его посещение связано с решением вопроса ветеранов по начислению коммунальных платежей. В силу возраста некоторые люди старшего поколения без посторонней помощи не могут самостоятельно и своевременно подать показания приборов учёта на холодную и горячую воду. Тем самым квитация на оплату ЖКХ приходит из расчёта по нормативу. Разница в суммах значительная. Чтобы получить перерасчёт, ветераны должны прийти в ЕРКЦ, подать заявление и предоставить показания приборов учёта. Игорь Руденя предложил сделать Торжок пилотной площадкой, где будет реализован новый проект по оказанию поддержки в этом вопросе людям старшего возраста.